Вот наконец-то мы добрались до Коломенского. Вот эти ворота, между прочим, памятник 17 века. А я хочу попробовать там блины и обязательно с травяным чаем. Вот мы только зашли на территорию музея-заповедника и первое наблюдение, которое я могу сделать. Здесь везде есть информационные таблички с названием архитектурных памятников и кратким описанием, что это такое. Например, вот сказано, что это церковь Казанская икона Божьей Матери, а за моей спиной липовая арея, которая заложена в 1825 году. От Коломенского я ждала чего-то очень стереотипно русского. Ярмарки с медом и длинами, аутентичные песни с танцами в широких юбках чуть ли не медведей. И вообще такого разгульного народного веселья. Но нас встретил колокольный звон. Это немного обескуражило и в очередной раз напомнило, что часто стереотипы далеки от реальности. Особенно, когда еще и знаний не хватает. Хотя к поездке в Коломенское я и готовилась. Немного почитала про достопримечательности музея-заповедника. Одна из них – церковь Вознесения Господня. Вознесение 1532 год. Вау, вид здесь потрясающий. Конечно, колокольный звон, нам так повезло, это здорово. Здесь кажется, что эта старинная церковь с колокольней будто парит над городом. Вся Москва у подножия той церкви, где-то там внизу. А ты попал на какой-то новый уровень мироздания, где царит спокойствие, где камни непоколебимо хранят историю, а колокольный звон в хорошем смысле оглушает чем-то высоким и духовным. Даже если я не найду здесь блины и травяной чай, я уже довольна, потому что этот колокольный звон – это не просто запись в колонках, это живое, то, что происходит сейчас, это очень-очень здорово. Церковь Вознесения Господня, кстати, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта часть Коломенского просто уникальна. Например, вот передние ворота Государева двора, той же памятник архитектуры. Комплекс построен в 70-х годах 17 века. И опять же эти таблички с объемным изображением и текстом не только русским и английским, но и написанным шрифтом Брайля. Тут как-то очень просторное, такое ощущение какой-то свободы, единения с историей. Но одеваться надо потеплее, потому что где просторно, там и ветрено. Оказавшись там, я утонула в каких-то неожиданных для себя, но, безусловно, приятных эмоциях. Как здорово, что все это сохранилось. Там чувствуешь, какой была Москва столетия назад, еще в царские времена, престольная, чинная, строгая, религиозная и сдержанная, а сейчас одухотворяющая нас и напоминающая о многовековой истории народа со своими устоями и своими традициями. Может быть, если бы не они и не память о них, то и народа бы уже не было. Колокольный звон мы послушали. Между прочим, это продолжалось где-то около получаса. Я говорить уже не могу, потому что замерзла совершенно. Нос наверняка красный. Поэтому пойдем все-таки искать чай и блины. Путь держим во дворец Алексея Михайловича. Он в противоположной стороне Коломенского. Следуя во дворец, мы забрели в такую деревеньку, конюшенный двор. Здорово, такие домики. У меня бабушка хоть и живет в деревне, но я не помню таких деревянных домиков. А архитектура там другая. Территория воссозданная. Так могло выглядеть место, где жили и работали конюхи. Конюшенные дворы появились при правлении царя Алексея Михайловича на рубеже 17-18 веков. Сейчас здесь рассказывают о развитии конного дела на Руси. Можно и на лошади покататься. Но у нас времени было немного, а хотелось успеть во дворец. Как будто ты идешь по какой-то деревеньке, а там вдалеке звуки. Барыня, 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 сударыня. Пока мы шли, барыня утихла. Но это нас не остановило, как и непростой путь в намеченную точку. Ого! Чего не сделаешь ради того, чтобы увидеть дворец Алексея Михайловича. Пойдем. Ну, теперь то же самое, только наверх, и я почти согрелась. Тишина, сады, а вокруг большой город, автомобильные трассы и многоэтажки. Добраться можно было и на местной маршрутке, в таком экскурсионном паровозике. За 100 рублей он доставляет пассажиров из края в край. Но мы прогулялись, оценили масштабы царской, тогда еще подмосковной резиденции, и воздухом подышали, что в столице тоже ценно. Ну, вот и добрались. Можно было доехать на вот таком паровозике, но мы прошли пешком и посмотрели, представили, как здесь красиво будет летом. Обязательно приедем. Творец Алексея Михайловича воссозданный. Во времена царя он находился в другой части резиденции. Ну что, пойдем в хоромы смотреть. Современники называли его восьмым чудом света. Когда при Екатерине II уже ветхое деревянное строение разбирали, то сделали его замеры, описание комнат, рисунки и чертежи. Уже наши современники перед началом строительства провели археологические работы, исследовали сохранившиеся фрагменты фундамента. Нынешний дворец сделан в натуральную величину, но в другом месте и без сохранения сторон света. Мы взяли аудиогид. Стоит 150 рублей, но нужна еще 1000 в качестве залога. Ее возвращают, когда сдаешь аппарат. Экскурсия мне показалась интересной. Не только посмотрите на право этого ваза XVII века, а слева стол XVIII. Текст включал историческую информацию, бытовые подробности жизни царской семьи, сведения о традициях, укладе, персоналиях. В общем, я прослушала все с большим удовольствием. Дворец хоть и не настоящий, но коллекция собрана интересная. В осозданных интерьерах, которые основаны на исторических аналогах, подлинные экспонаты XVII-XVIII веков. Бояре и бояры, не разгуливающие по залам, помогают окунуться в атмосферу царских времен. Хотя эти люди не имеют отношения ни к древнему роду, ни к музею. Во дворце любой посетитель может взять в аренду подобный костюм и в нем пройтись по всем комнатам. Правда, за право фотографировать надо заплатить. Не забудьте об этом при покупке билетов. Мы не стали проводить эксперименты с переодеванием. Хотелось спокойно побродить по хоромам. А в современной одежде это куда проще, чем в длиннополых платьях. Кабинеты, спальни, баня, столовая. Вход сюда во времена Алексея Михайловича был возможен только для самых приближенных. Удивился бы царь, увидев, как толпы самых разных людей разгуливают по его хоромам. Кстати, в этом дворце я поняла, что не знаю значения слова «хоромы». Оказывается, так на Руси называли деревянные жилые строения, состоящие из отдельных частей, хоромин, которые соединялись с переходами. А каменные строения назывались палатами. Так что дворец хоромы-палаты совсем не синоним. Комнат много. Отдельная для сна, для учений, молитв. На женской половине свое помещение, сравнимое по площадью с однокомнатной квартирой, отводилось для рукоделия царицы. Мы гуляли часа три, наверное, и ушли, когда музей уже закрывался. Возвращаться назад к станции метро Коломенское не пришлось. Дворец совсем рядом от Каширской. Удобно, согласитесь. Это в прошлом царская резиденция оставила неожиданное впечатление. Вместо блинов, чая и песен с балалайкой мы нашли порядок, спокойствие и какое-то скромное величие старинных храмов. Воссозданные объекты позволяют окунуться в глубокое прошлое и посмотреть то, что в 17 веке ни один простой россиянин увидеть не мог. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»